На прошедшей сессии Совета депутатов Одинцовского округа народные избранники рассмотрели вопросы, касающиеся бюджета муниципалитета. Так, его доходы в 2022 году увеличат более чем на 112 миллионов рублей. Дополнительные средства будут направлены в социальную сферу. Мы уже подписали контракт и приступили к проектированию культурно-досугового центра в Усово-Тупике. Жители давно обращали внимание на отсутствие социальных объектов в этой территории и давно ждали этот объект. По плану, к концу лета проект культурно-досугового центра пройдет экспертизу. После этого предстоит решить вопрос о финансировании работ и приступить к строительству. Еще одна тема еженедельного совещания – подготовка муниципалитета к весеннему паводку. В 2021 году в период половодья в округе образовалось более 60 подтоплений. Из них 53 в населенных пунктах и СНТ. Основными причинами подтопления являлись, прежде всего, нарушение функционирования ливневых канализаций и дренажных систем. Это где-то до 40% подтопления. Отсутствие водоотводных систем в частном секторе СНТ до 30 подтоплений. Подъем уровня воды на водных объектах в результате интенсивного снеготания и дождевых паводков до 10%. Этой зимой снега выпало еще больше. Высота снежного покрова достигала полуметра. Для ликвидации возможных подтоплений уже сформирована значительная группировка сил и средств. В нее входят аварийные бригады муниципальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Мобилизовано достаточное количество спецтехники и средств малой механизации. Им предстоит вывести снег с территории, прилегающей к проблемным точкам, обустроить дамбы и рвы для отвода талой воды. В плановом порядке в муниципалитете производится осмотр и очистка систем водоотведения и ливнестоков. По прогнозам, интенсивное тание снега придется на вторую половину марта.